О таком подарке к Новому году можно только мечтать. Хоккеисты «Спутника-96» примут участие в международном турнире по хоккею в Монако. Поездку организовали бывшие тагильчане, ныне живущие в столице. Где-то летом ребята позвонили, сказали, что есть такая возможность, что нашу команду юношу 96-й год отправить в Королевство Монако на международный турнир по хоккею. Тагильчане сразятся с сильнейшими командами Европы и Северной Америки, рассказывает тренер команды Вадим Шаракин. Многие из них отстаивают честь своей страны на международном уровне. Чехия. Команда «Спарта» пражская, то есть это команда, лидер своего чемпионата, это команда, на базе которой формируется сборная страны. То же самое с Канадой, то же самое с Финляндией. Тагильчане, как говорится, тоже не лыком шиты. Четыре игрока «Спутника-96» кандидаты в сборную региона. А зона «Урал-Западная Сибирь», в которой выступает тагильская команда, по праву считается одной из сильнейших в стране. В Москве одна-две команды, таких очень хорошего уровня. А у нас в регионе это порядка восьми команд. То есть мы примерно в серединке. К поездке во Францию команда усиленно готовилась, говорит тренер. Пришлось познакомиться с заграничными правилами хоккея. Есть специфика своя. Во-первых, играется 4 на 4 в формате, не 5 на 5, как у нас традиционный хоккей. Там есть ряд правил, близко не похожих на наши правила. Традиционные силовые приемы останутся дома, говорит Вадим Шаракин. Турнир абсолютно бесконтактный. Игрокам придется блеснуть индивидуальным мастерством. Все свои качества команда сегодня продемонстрировала в последней домашней игре. Над пермским молотом «Спутник» одержал уверенную победу 5-3. Подобную игру, надеется тренер, команда продемонстрирует и во Франции. Ну а мы будем биться за первое место. Нам оказана такая честь участвовать в этом турнире, представлять Тагил, представлять Россию на этом турнире. Мы все сделаем для того, чтобы выиграть его. Уже завтра тагильчане отправятся в Москву. А 26 декабря хоккеисты окажутся на Лазурном берегу. Закончится турнир аккурат перед Новым годом. Субтитры создавал DimaTorzok